Также из актуального что? Давайте запишем. Проявить мягкость, скажем так, доброту во время торговли и во время продажи. Как мы не привыкли к этому? Настолько не привыкли, что даже возомнили, что торговаться это сунна. Вот я сейчас у каждого спрошу, торговаться это сунна? Валлахи, я уверен, половина кивает насчет, ну да, сунна. Кто вам это сказал? Может быть я, конечно, настолько невежественен и не знаю доводов. Пожалуйста, приведите, научите. Я приму, Аллахи приму. Если вы мне скажете, да лишь что торговаться это сунна. Когда ты приходишь, твой брат что-то продает за тысячу, допустим, рублей. И ты ему говоришь, брат, давай за 900. Он говорит, ну ладно, нет, давай за 800. Ну ладно, нет, давай за 700, брат. Он уже, субханаллах, ниже себестоимости продает свой товар. Ему стыдно просто тебе сказать, а ты дальше, дальше давишь, давишь. И довольный, гордый уходишь, считая, что ты суннит саляфит 80-го лейбла. Аллаху Акбар. Кто тебе сказал это, что торговаться сунна? Приведите мне, пожалуйста, Далиль, братья. Наоборот, у нас сунна что? Тасамух. Если ты видишь, что твой брат нуждается, все, бисьмилля, купи у него за ту цену, за которую он продает. Можешь больше ему дать. Опять же, вот из нашей, ну, наверное, не побоюсь, про себя тоже я туда включу. Себя тоже в этот круг включу. Из нашей глупости, что вот мы можем подойти к брату, дожать до конца, заставить его продать этот товар ниже себестоимости даже, или в два раза ниже цену спустить, а затем такие вот, опять же, деловые, с задранным носом к нему вечером придем и скажем, брат, держи 500 рублей, садака. Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, что ты этим хотел? Чем вот так давать эти задранным носом 500 рублей и мусадака? Не лучше ли, если бы ты его товар купил незаметно? Ему было бы приятнее. Ему было бы приятнее, и это не было бы вот так, извиняюсь за выражение, пафосно, как ты все это сделал. Братья, мы поклоняемся Аллаху. Мухли сын аля гуддин. Искренне исповедуй перед ним его религию. Оставьте все вот эти болезни и сердец. Высокомерие, Субхан Аллах. Показать себя выше других и тому подобное. Будьте скромны, как наш пророк, салям Аллаху, алейху ассалям. Можешь помочь брату, помоги. Купи за ту цену, за которую он продал. Потом скажи, в Аллахе этот товар дороже стоит. Если он стоит дороже, скажи, брат, я считаю, что он лучше. Добавь чуть-чуть. Без проблем, брат, бессмиллядерш. Больше ему перечесть. У нас настолько, братья в Аллахе, настолько мы не привыкли это делать, что нам кажется это чуждым. Знаете, где это проявляется, братья? Когда кто-то нам что-то дарит, или когда к нам вот так хорошо поступает, мы что-то продаем, допустим, опять же за тысячу гривен, нам говорят, давай я у тебя куплю, допустим, за полторы тысячи гривен этот товар. И ты говоришь, нет, нет, как так? Почему? Для нас это чуждо. Почему? Вопрос. Потому что мы сами так не делаем, поэтому для нас это чуждо. Или когда твой брат подарил тебе какой-то дорогой подарок, какие-то дорогие часы тебе подарил, допустим. И ты говоришь, брат, я не могу принять этот подарок. Нет, как? Он теряется просто-напросто. В Аллахе у него глаза стеклянные, пустые становятся. Почему так? А потому что он сам никогда бы не подумал так сделать. Из-за своей скупости, из-за своей алчности. Субханаллах. Поэтому для него это чуждо. Он даже не представляет, что кто-то так может сделать. Подарить такой дорогой подарок, допустим. Это проблема, братья, у нас. Проблема, Субханаллах. Поэтому точно так же и здесь. Настолько мы испорчены, что вот мы даже не понимаем. Покупая что-то у человека, допустим, он говорит, тысяча рублей. Ты ему посылаешь, допустим, как мы сказали, тысячу двести. Он говорит, что пишет тебе в шоке? Что случилось? Почему ты больше выслал? Сейчас я тебе обратно. Ты говоришь, да все нормально, брат, все нормально. Успокойся. Бисьмилля, брат, ничего страшного в этом нет. Я оценил твой товар больше. Нет, нет, я тебе сейчас верну. Аллаху Акбар. Плакать хочется, Субханаллах. И смех, и грех. Насалаллаху Афу Афи.